Дорогие сестры Как чудесно сегодня нам быть вместе Это великая благодать Божья Которую мы, наверное, до конца и оценить не можем Но то, что мы имеем сегодня Это великая слава Великая благодать Великая милость нашего Господа В пятницу произошло водное крещение у нас У нас две новые души Слава Господу за эти великие подарки В первую очередь, это для Него и для нас всех Слава Ему за это Бог И сегодня слово, которым я хочу поделиться с вами Оно, как всегда, слово Божье Оно и для назидания Кому-то для напоминания Кому-то для обличения Кому-то для освящения Но Господь знает, кого и как достичь Кому что необходимо на данный момент Это действительно та манна небесная Которая преломляется каждому по вкусу его Аллилуйя, слава Господу И мы знаем, что Ветхий Завет Он есть где-то водитель ко Христу И через Ветхий Завет мы познаем Характер нашего Господа И мы знаем, что Иисус Христос Когда проповедовал Он обращался к Ветхому Завету То, что говорили пророки О нем в первую очередь И мы знаем, что весь Ветхий Завет Все пророки Они свидетельствовали О Господе нашем Иисусе Христе Итак, мы знаем с вами, что Народ Божий находился Четыреста лет в рабстве В Египте Если взять средний возраст человека Порядка восьмидесяти лет Жизненный, да? То это примерно пять поколений И за этот период, конечно Народ Божий Он имел жизненный опыт Именно пребывая в рабстве Он имел какие-то навыки Имел образование То есть он как бы жил В рабстве Приспосабливаясь К той жизни Которая была на тот момент То есть все, что было необходимо В тех условиях Для того, чтобы выжить Но мы знаем, что Господь Чудесным образом Вывел народ из Египта И мы знаем, что народ Был безмерно счастлив И мы знаем, что Мариам Это сестра Моисея и Аарона Она была пророчицей Она воспела песнь хвалу Господу И все женщины С тимпанами и песнями В танцах прославляли Бога Но в скором времени По мере передвижения народа По пустыне В землю обитованную Начались испытания и проверки Которые допустил, конечно же, сам Господь Давайте представим себе На минутку, что собой представляет пустыня И как отреагировали люди Которые так долго жили в Египте На то, что пред ними предстало То есть это бескрайние пески Где не нужно было уже Тех навыков, которые они обрели в Египте Не нужно было то образование Которое они получили И чтобы жить им в пустыне Им нужно было соблюдать Совершенно другие правила и законы Но эти правила и законы Уже устанавливал сам Господь И народ был, конечно же, обеспокоен Потому что близости с Богом еще не было И жизнь изменилась коренным образом То есть даже те ценности, которые они взяли из Египта Материальные ценности Им некуда было их просто употребить Золото, драгоценности Что на них? Ничего нельзя было приобрести Это пустыня И вот находясь в этом состоянии Народ, конечно же, начал роптать и возмущаться И произошло это в пятнадцатый день Второго месяца По выходу из Египта И как написано в исходе 16.1.3 И двинулись из Елима И пришло все общество Сынов Израилевых в пустыню Син Что между Елимом и между Синаем В пятнадцатый день второго месяца По выходе их из земли египетской И возраптало все общество Сынов Израилевых на Моисея и Аарона в пустыне И сказали им сыны Израилевы О, если бы мы умерли от руки Господней В земле египетской Когда мы сидели у котлов с мясом Когда мы ели хлеб досыта Ибо вывели вы нас в эту пустыню Чтобы все собрание это Уморить голодом Господь, конечно же, услышал Ропот народа И сказал Господь Моисею Это исход 16.4 Вот я одожду вам хлеб с неба И пусть народ выходит И собирает ежедневно Сколько нужно на день Чтобы мне испытать его Будет ли он поступать По закону моему Или нет Итак, мы видим с вами Что повеление Божье Заключалось в следующем То есть пусть народ выходит И собирает ежедневно Столько, сколько нужно ему на день То есть это повеление на каждый день По сбору той манны Которую Господь посылал с неба И на то необходимое количество Которое нужно человеку на один день Мы знаем, что наш Господь вчера Сегодня и вовеки Тот же, тот же И законы Его и повеления Они неизменны сегодня И сейчас тот же закон Остается в действии Пусть народ выходит И собирает ежедневно Сколько нужно на день То есть осознание той важности Исполнения закона В той последовательности Которую определил Господь То есть это каждодневная работа И необходимое количество На один день Поможет каждому из нас Обрести полное доверие Богу В том, что на каждый день Господь не оставит нас Без хлеба Того хлеба, который сегодня Он посылает нам В Его Слове То есть манна, которая сегодня Олицетворяет ту благодать Которая проявляется Во всех аспектах нашей жизни И не менее важное качество Того, что мы должны совершать Это постоянно В каждодневном труде На ниве Божьей Включает в себя И также Каждодневный сбор плодов Такое постоянство Нам просто необходимо На все последующие годы Нашей жизни Дневную порцию На каждый день Но милость Божья состоит в том Что Он все-таки Определил смену дня и ночи Дал нам день для труда И сбора плодов И дал нам ночь Чтобы мы могли Восстановить свои Физические силы Но Господь хочет Чтобы мы были Ему верны И постоянны В течение того дня Который Он нам подарил Мы знаем, что наша жизнь Она исчисляется годами Но годы состоят Из дней и месяцев И поэтому Если мы будем Постоянны Каждый день То каждый день Он будет Иметь определение На последующий То есть Каждый день Мы будем насыщаться Его благодатью И наша жизнь В Господе Она не будет Никогда изнурительной И тягостной Многие беспокоены Тем, как можно Собрать манну На всю Последующую жизнь Проходя бесплодную Пустыню Этой жизни В которой мы Сегодня живем Вытешение таким людям Бог сказал Собирать ежедневно Столько, сколько Нужно на день И это повеление Удаляет Всякую заботу О дне завтрашней Потому что День, который Мы имеем сегодня Он подарок Нам от Господа Это наш день Следующий день Принадлежит Ему Как Он Распорядится Им Мы не знаем Но Он призывает Нас сегодня Быть верными Сегодня Как питание И сила Манна дается На один день И быть верным В текущий день Значит Обеспечить себе День завтрашний Нужно нам Сегодня Сегодня радоваться От всего сердца Исполнять Те заповеди Которые Господь Определил нам Божье присутствие И милость Принятые сегодня С радостью Удалят Всякие сомнения В том Что Сможешь ли ты Довериться Ему Так же И в завтрашний день Как сказано В Матфеи 6.34 Господь говорит Не заботитесь О завтрашнем дне Ибо завтрашний Сам будет Заботиться О своем Довольно Для каждого дня Своей заботы Это повеление Дает Имеет для нас Огромное значение Значение Доверяться Дню Единственному Дню Мы так с вами Привыкли Смотреть На жизнь Как на одно Большое целое И пренебрегать Одним маленьким Днем Что забываем С вами Что Все целое Состоит Из отдельных Дней И влияние Одного дня Оно очень велико И очень много Значит И один Потерянный день Это как Звено в цепи Оно повлияет На Отношения С Господом То есть Разрыв Этой цепи Он повлияет На отношения С Господом И восстановление Этих отношений Оно может Затянуться на месяцы А у кого И на годы Во всяком случае Так свидетельствуют Многие верующие Пусть каждый день Для нас Имеет Свою цену И то значение Которое Вложил в него Господь Начиная с того дня Когда Господь Призвал нас К себе Но если кто-то Сегодня еще Не придавал Такого большого Значения Каждому дню Не поздно Начать сегодня Особенно Это призыв Сегодня К тем Кто Вновь Родился От Духа Святого Чтобы вы Не потеряли Ни одного дня Нам необходимо Принять это Призвание В следующих словах День Только один день Но все же Целый день Дан мне Для пребывания И возрастания В Иисусе Христе Будет ли это День здоровья Или болезни Радости Или горя Отдыха Или работы Борьбы Или победы И пусть Главной мыслью Сопровождающей Нашу утреннюю молитву Молитва Благодарности Будет следующая Вот день Данный Отцом В который я могу И должен Еще теснее Соединиться Со Христом Как важно Утром Молиться И благословлять День Который Господь Подарил нам Мы живем В этом мире И вы знаете Что мы имеем Общение С людьми Неверующими Каждый день Когда я прихожу На работу А я имею Непосредственный Контакт С людьми Потому что Я являюсь Оператором Лифта На строительной Площадке И люди Прямым образом Проклинают День Они говорят Опять этот Ну я не буду Говорить эти выражения Это день А я начинаю Им говорить Что ты знаешь Что каждый день Это подарок От Господа Что это твоя Сегодняшняя жизнь И ты должен Ценить этот день И вы знаете Люди начинают Задумываться Да Они говорят Да Действительно Это так Они соглашаются И я надеюсь Что эти семена Которые мы сеем Сегодня В свое время Они принесут Плоды Есть еще Очень важный Аспект На который Хочется Обратить Особое Внимание Что Эта Манна Она Давалась Народу По утрам Вы помните Что Господь Призвал Собирать До восхода Солнца Но Эта порция Которая Была Собрана Утром Она Предназначалась Для питания Целого дня Но сбор Ее Производился Утром Это Говорит о том Что Правильное Проведение Дня И непрерывное Пребывание В Господе Зависит От Нашей Утренней Молитвы Мы знаем Что В течение Дня Могут Возникнуть Всякие Напряженные Ситуации Это Работа Действительно Это Вход В какую-то Суету Но Благодаря Тому Что Мы С утра Наполнены Святым Духом Который Мы получаем Во время Утренней Нашей Молитвы Он Пребывает С нами В течение Всего Дня И И мы Имеем Общение С Нашим Господом Это Может Быть Внутренняя Молитва Я Иногда Пою Господу Когда Я В этом Хойсте Вы знаете Он Когда Едет Он Так Шумит Сильно И я могу Возвысить Свой Голос И Петь Господу Аллилуйя Слава Ему В Евангелии От Иоанна Иисус Христос Говорит О Манне Которую Израильтяне Ели В Пустыне И о Себе Как о Хлебе Сшедшем С Небес Это Записано У Иоанна 6 48 51 Я Есть Хлеб Жизни Отцы Ваши Ели Манну В Пустыне И Умерли Хлеб Жисходящий С Небес Таков Что Едущий Его Не Умрет Я Хлеб Жив И Шедший С Небес Я Душий Хлеб Сей Будет Жить Во Век То Есть От Правильности Питания Зависит Наша С Вами Будущность Будущность Вечности Так Как Человек Состоит Мы Знаем Из Плоти Души И Духа То И Пища Соответственным Образом Подразделяется На Физическую Душевную Духовную И Каждый Человек Сам Для Себя Избирает Свой Рацион Питания И Если Человек Придя К Христу Продолжает Заботиться Лишь О Своей Плоти То В Божественной Пище С Небес В Святом Евангелии Он Будет Видеть Только Крупу Приятную На Вкус То Его Желания Его Взор Будут Всегда Направлены На То Что Можно Получить От Бога Для Удовлетворения Своих Плотских Нужд И Такие Люди Они Действительно Умирают В Пустыне Как О них Сказал Сам Господь Отцы Ваши Ели Манну В Пустыне И Умерли Потому Что Им Что Нужно Было Только Божье А Не Сам Господь Как Они Вы Помните Да Говорили Только Манна В Глазах Наших Они Не Видели Той Славы Которую Господь Совершал Через То Что Кормил Их Каждый День Такая Живучесть Ожидает И Душевного Человека Так Как Душа Она Всегда Заботится О Комфортном Состоянии Плоти Удовлетворение Всех Ее Чувств И Это Также Проявилось В пустыне Когда Народ Возроптал На Бога Это Записано В числах 11 6 А Ныне Душа Наша Изнывает Ничего Нет Только Манна В глазах Наших К сожалению И сегодня Среди Народа Божьего Есть Те Чьи Души Изнывают От того Что Их Постоянно Призывают К Святой Жизни Во Христе Изнывают От того Что Их Все Время Питают Словом Божьим И Наконец Тот Кто Питается Духом Святым Тот Питается Самим Господом И Едущий Хлеб Сей Жить Будет Вовек Бесценный Опыт Который Мы Сегодня Можем Перенять От Израильтян Которые Находились В пустыне 40 лет Он состоит В том Что Господь Приучил Их Ежедневно Собирать Хлеб Манну Которая Так Необходимо Была Им Для Жизни Каждое Утро В течение 14610 дней Что Составляет 40 лет То есть В количестве Которое Необходимо Каждому На Один День И Сегодня Господь Наш Иисус Христос Является Нашей Манной Нашей Пищей Нашей Жизнью Нашей Силой И Нам На Каждый День Необходимо Получать От Него Свою Дневную Порцию И И И И С Уверенностью Что Наш День Будет Днем Благословения Днем Духовного Роста Днем Непрестанного Общения С Богом Бог И Сегодня Изливая Свою Благодать На Народ Испытывает Нас Проверяя Как И В Те В Заветные Времена Будем Ли Мы Поступать По Его Закону Как Он Сказал Чтобы Мне Испытать Его Будет Ли Он Поступать По Закону Моему Или Нет Господь Хочет Чтобы Мы Все Таки С Вами Усвоили Необходимость Ежедневного Пребывания В Нем На Протяжении Всего Отпущенного Нам Времени Для Жизни На Этой Земле И Если Мы В Этом Будем Верны Господу Каждый День То Непривенно Непременно Появятся Плоды Нашего Духовного Роста И Будет Возраст Наше Доверие К Нему Как Важно И Как Приятно Когда Господь Испытав Нас В малом Скажет Следующее Хорошо Добрый Верный Раб В малом Ты был Верен Над Многим Тебя Поставлю Войди В радость Господина Твоего Матфей 25 23 Войдем В радость Господина Наш Во имя Иисуса Аминь Слава Господу Матфей Продолжение следует...